Давайте сейчас потечём, как мы людям говорим, задышим, потечём, пускай у нас всё будет вот просто. Я сегодня чувствовал сильное присутствие, ангельское, ангельское присутствие. Они будут служить Сыну Божьему в молитвах во время нашего откровения. Поэтому сейчас я хочу, чтобы ты чувствовал себя восхищенным. Аллилуйя! Эпоха восхищения, эпоха третьего неба. Давайте сейчас соединимся в этом потоке, соединимся в созерцании и будем помышлять так, что мы, как Сыны Божьи, сейчас открываем эту эпоху. Кто-то может сказать, да она уже давно открыта. Всё, что было, то есть и будет. Было, есть и грядёт. Всё небесное. Вот такую природу имею. И поэтому сейчас просто чувствую, как ты открываешь в своей жизни эпоху восхищенной жизни. Это не эпоха просто созерцания. Это эпоха жизни восхищенной. Эпоха третьего неба. Эпоха третьего неба. Не знаю, в теле ли или вне тела. Восхищен я до третьего неба. Слышу слова неизречённые, которые человеку нельзя пересказать. Я постоянно слышу эти слова. И я постоянно транслирую дух этих слов. Всё вокруг меня заполняется этой трансляцией третьего неба. Я владыка, тайн и управитель. Я прямо сейчас вижу, как у многих слушателей легчает тело. Кто-то даже сейчас испугался, что как будто тело сейчас исчезнет. Это состояние, это толчки, пульсация, восхищение. Отец, я благодарю Тебя за восхищение. Благодарю Тебя за вознесение. Благодарю Тебя, Отец, за нетленное тело. Занятленное сердце, занятленное сознание. Помещённое в нетленное тело. Тело восхищения. Тело вознесения. Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Спасибо. Отдавайся этому восхищению сейчас. Лучшее, что ты можешь сейчас чувствовать, это невесомость тела. Так, что ты даже не знаешь, теле ты или не тело. Тело больше не обременяет. Не тянет вниз. Не болит. Это самое лучшее время, явление нетления в теле. Такое, как исцеление. Боль уходит. Глаза просвещаются. Всякая дисфункция уходит. Состояние восхищения. Тело неощутимо. Оно как пёрышко, как ух. Лёгкое. Ему нет нужды даже приземляться. Отец, я благодарю Тебя. Многие сейчас переживают это. Многие сейчас переживают это. Отец, я благодарю Тебя. Прямо сейчас тело принято и обнаруживает себя в славе восхищения, в славе Третьего Неба. Здесь можно много чего видеть и много чего слышать. Здесь эти неизречённые слова. И здесь эти мощные трансляции. И здесь эти сильные влияния. Отец влияет на Тебя. Ты влияешь на всё. Здесь это состояние невероятного единения. Точно так, как ты не чувствуешь в теле ты или вне тела. Точно так ты не можешь понять, где заканчиваешься ты и начинается Отец. Потому что я и Отец одно. Соединяющийся с Господом один Дух с Ним. Соединяющийся с Господом один Дух с Ним. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты берёшь нас. Ты обнаруживаешь нас в этой новой эпохе, которую мы объявляем, весть о которой мы принимаем и провозглашаем. Чрезвычайная жизнь. Чрезвычайная жизнь. Которая никто не знал. В эту эпоху открывается могущественно. Друг мой, подставляй себе в это. Вот это выражение. Откройся восхищением. Мы ещё в конце тоже так же будем молиться. И я хочу, чтобы ты понимал, что это не просто информация, это не просто это какое-то откровение, это действие. Я объявляю сегодня, просто беру на себя эту смелость, дерзновение, и со всем дерзновением говорю. Эпоха восхищения настала. она открывается и будет открываться с огромной скоростью, огромными такими вихрями, огромной пульсацией, вибрацией и светом. Многие, кто никогда вообще не чувствовал каких-то переживаний, будут переживать очень обильно. Никого не удивишь никаким ни сном пророческим, ни вообще каким-то пророчеством. Состояние восхищения это намного больше, намного мощнее, намного сильнее. Отец, спасибо тебе. Отец, спасибо тебе. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Давайте еще поднимем наши руки. Попробуй даже, как твоя рука сейчас, она такая легкая, ангельская, как просто такие, друзья мои, непередаваемые чувствования, как перышко тело твое, легкое, легкое, легкое. Нетление просто течет из каждой клетки, течет рекой. Нетление течет из твоих глаз. Что это означает, что ты можешь смотреть и видеть нетление вокруг себя. В отличие от привычных картин, когда все разрушается от употребления, твои глаза видят вечные вещи, ты не от мира сего. Отец, я благодарю тебя. Вдохни теперь. Ты сейчас находишься в состоянии восхищения. Теперь вдохни, пусть это состояние проникнет внутрь тебя сознательно. Восхищение наполняет тебя. Кто-то стал еще легче. Я прям чувствую на себе, как это происходит. Если кто-то левитирует, поделитесь потом в чатах. Сейчас это станет вообще таким явлением, хочется сказать, обычным. Отец, благодарю тебя за восхищение. Я в облаке, в облаке сияющей славы и восхищения, в облаке третьего неба. И я вижу, спасибо, Отец, что даешь это переживать, свободно и всегда, свободно и всегда. Аллилуйя, Аллилуйя. И выдохни, прямо скажи, я восхищение. Я восхищение. Я в чрезвычайной жизни третьего неба. То, что я сейчас скажу, это тоже надо повторить, это работает именно из этого состояния. все будет так, как я хочу. Мои желания исполняются. Так восстановил Отец. Спасибо, 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 дорогой Отец. Спасибо тебе. Халлилуйя, Халлилуйя. Подыши сейчас, подыши, подыши. Друзья, конечно, я хочу, чтобы свидетельства и от таких трансляций, они также были. И я знаю, что сейчас произошли там прикосновения, исцеления, это все нормально, тоже можете писать, что произошло. Сейчас, по мере того, как мы будем двигаться в эпохе третьего неба, в эпохе восхищения, я хочу слышать вот такие свидетельства переживаний в теле, вне тела, там не выход из тела, мы знаем, что мы не выходим из тела, состояние отсутствия разницы между духом и телом. Вот что такое в теле или не тело. Это когда тело являет себя как дух животворящий. Аллилуйя. Спасибо, Отец, спасибо. Ой, такая слава. Скажи, такая слава, такое счастье быть Сыном Божьим. Аллилуйя. Давайте еще немножко подышим, потому что я чувствую, идет это течение славное, идет это славное течение. Отец, я благодарю тебя. Я благодарю тебя, высвобождаю помазание сейчас на всех, на каждого, кто еще не переживает. Возможно, чтобы эта ложь о своих эмоциях, о своих чувствах не пленяла, не отвлекала. Пусть прямо сейчас каждый сможет сказать, я переживаю славу, я переживаю восхищение. Отец, спасибо тебе, спасибо тебе. Благодарю тебя за эту легкость, благодарю тебя за этот полет, благодарю тебя за эту левитацию, за это парение, парение, аллилуйя, и за то, что из этого наслаждения проистекает чрезвычайная жизнь, могущественная власть в обстоятельства, слушай меня сейчас, могущественная власть в обстоятельства, это то, что я хочу сейчас высвободить, чтобы оно прямо сейчас вышло, прямо сейчас проистекло в твою жизнь, я хочу, чтобы после этого открытия, после этого эфира, ты почувствовал, как ты вот прям стал силен в своих обстоятельствах, как будто ты вышел такой, знаешь, и фу, это не я в обстоятельствах, а обстоятельства во мне, вот так вот, состояние восхищения, это состояние престола, ощутимое, потому что написано вознес и воссел, каждый раз, как ты находишься в этом состоянии, ты реально физически ощущаешь сильную власть над всем видимым и невидимым, аллилуйя, благодарю тебя, отец, высвобождая это помазание на сознание, на разум, чтобы каждый был открыт состоянию восхищения, сегодня все изменится так сильно, как никогда, так сильно, как никогда, отец, спасибо тебе, это твой план, это твое, это твое желание, аллилуйя, аллилуйя, отец, спасибо, спасибо, можешь сказать отцу небесному, как ты любишь его, скажи, отец, я так люблю тебя, ты, ты такой чудесный, ты такой вкусный, ты такой сладкий, ты такой, ты такой отец, аллилуйя, друзья мои, действительно чудесные переживания, спасибо за ваши эмоции, да, спасибо, когда вы будете писать, что вы переживаете, обязательно делитесь, я хочу, чтобы каждый, как Павел говорит, почитал себя управленцем тайнами, я буду открывать еще много-много тайн, но величие не в открытии, написано, кто сотворит и научит, великим наречется, что это означает, величие, оно проявляется, когда ты не просто что-то там открываешь, а сотворяешь, почему Павел так велик, вот реально, как апостол, потому что практически все, чему он учит, он сотворил, он сделал это, он, смотрите, учение о восхищении, о вознесении, это его учение, но тем не менее, кто-то думает, что он просто пережил опыт посещения небес, нет, он освоил это, единственное, почему он не, что называется, не остался в этом, или как правильно сказать, ну, можно сказать, не остался в этом состоянии, потому что этому надо было научиться, он пришел, он сказал, видите, я пришел послужить, но на самом деле в состоянии восхищения он с того момента жил постоянно, когда я говорил на школе Павла об этом, я говорил, что, ну, я считаю, мое мнение, когда он говорит, 14 лет назад, он описывает не единственный опыт, а описывает, что это началось у него 14 лет назад, это началось у него 14 лет назад, и он освоил это, и жил в этом состоянии. Хорошо, дорогие, сейчас мы будем принимать причастие, я хочу помолиться за вас, и чтобы ты возьми это новое зеркало славы, управитель Божьими тайнами, домостроитель, хранитель Божьих тайн, то есть все в твоем, Божьей тайны в твоем распоряжении, что бы ни открылось, ты можешь это переставлять, ты можешь это применять, ты можешь это брать и делать, не тогда, когда кто-то там, помните, до срока назначенного, это с младенцами происходит, сроки для младенцев, а ты уже управитель, и так, закрывай свои глаза, закрывай свои глаза, кто-то пишет, жарко, огонь, я реально горююсь, у меня просто тело сейчас вообще, ну и такое ощущение, что температура поднялась, какой огонь, отец, я благодарю тебя за эту мощную привилегию, быть домостроителем тайн, я не строитель какой-то структуры, не домостроитель, который строит из людей, я тот, кто строит из тайн, предсказанных и непредсказанных, открытых и умолчанных, скрытых от века и открытых ныне, все тайны, которые я получаю в своем распоряжении, я решаю, что с ними делать, когда это с ними делать, и я благодарю тебя за эту потрясающую власть, сотворять небеса, отец, ты не идол, ты небеса сотворяющий, сотворивший и сотворяющий, все новое, раз за разом, снова и снова, ты здесь не для того, чтобы поклонялись, просто разбивали лоб, присмыкались перед тобой, ты здесь для сотворения небес, ты сказал, что величие, отец, оно в том, чтобы сотворить и научить, и вот ты сотворил небеса и учишь нас это делать, потому что ты велик, я сейчас вижу орла, глаз орла, такой прямо, фу, потрясающе, это такой дух пророческий, пророческая такая трансляция идет, друзья мои, сейчас на себя надо просто принимать это, как бы ни было, это вот просто взрыв мозга, знаете, объемный, в смысле небеса сотворил, я буду говорить об этом на уроке, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя, я отождествляю себя снова и снова, с твоими животворящими функциями, свойствами и способностями, я могу сотворять небеса, фу, я могу сотворять небеса, я могу сотворять эпоху, я ее объявляю просто, эпоха третьего неба, эпоха небес, небес, эпоха наднебесья, все открыто, и отец, я сейчас высвобождаю помазание премудрости, на разум, чтобы каждый понял, о чем говорится, отец, отец, спасибо тебе, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, спасибо, отец, спасибо, спасибо, спасибо за каждого домоправителя, домостроителя, управителя твоими тайнами. Спасибо, Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Друзья, если даже не всё понятно, если даже не, ну, знаете, как мы сейчас заныриваем, вот почему говорится эпоха третьего неба, мы сейчас заныриваем в это познание, начинаем смотреть по-другому. Я просто хочу, цель моя сегодня, чтобы вы были смелы в обращении с тайнами. Отцепитесь от доктрин. Пожалуйста, я вас прошу, Сыны Божьи, отцепитесь от доктрин. Доктрины, друзья мои, это крохи со стола Сына Божьего. Как я ещё раз говорю, вот оно выглядит так. Сын Божий небрежно что-то сказал, ну, знаете, так, просто в свободе сказал. Кто-то это схватил, раскрутил какое-то учение, выстроил какие-то эти и втуливает это людям. И люди иногда столетиями живут. Я сегодня говорю, можете из моих слов делать доктрину, если вам делать нечего. Если вам делать нечего, ну, делайте из моих слов доктрину. Я сегодня буду говорить свободно. Я сегодня призываю к этой свободе. Я хочу, чтобы мы были в свободе, животворящего Духа в полноте. А свобода предполагает, что когда тебе известна тайна, ты можешь с ней что-то делать. Это моя цель сегодня была донести. Ты можешь сотворять небо. Это тайно или нет? Ну, как-то мы не слышали за это. Мы думали, всё сотворено, и мы там максимум перемещаемся. А я вам хочу спросить, ещё раз напомнить мой вопрос. Как вы думаете, Бог попал на небо? Он не попал на небо, Он сотворил его. Поэтому сегодня нужно вооружиться. мысли, я подвожу итог. Не о попадании и исхождении, не о посещении и возвращении, а о сотворении неба. Однажды, если сейчас сегодня не понимаешь, поймёшь меня. Это очень бомбическая просто мысль. И поэтому сегодня мы отождествляемся с этим. Олечка, держи, отождествляйся. Отец, мы благодарим тебя. Мы сегодня принимаем эту ипостась домостроителей, тайн Божьих. Мы сегодня начинаем в эпохе третьего неба восхищения распоряжаться этим. Распоряжаться этим, наламывать эти тайны, воплощать их так, как считаем нужным, так, как мы это будем видеть. Аллилуйя! И никто не может это запретить. Амин. Принимайте это вместе с нами. Аллилуйя! Настало время, друзья мои, если так можно сказать, быть очень смелыми. Очень смелыми. Я прямым текстом говорю, что некоторым из вас придётся расстаться с убеждениями, которых у вас было напичкано по 20 лет. Потому что восхищений, с доктринами делать нечего. Смелее, будь смелее. Даже если не совсем согласен, или если не всё понятно, просто хотя бы позвольте быть смелее, думать не так, как тебя учили, когда тебя учили, что восхищение — это день. А я тебя сегодня учу, что восхищение — это день, который назначишь ты. Вот так. Итак, эпоха третьего неба, эпоха восхищения, я объявляю открытой! Продолжение следует...